В Красноючерске на фестивале черники и черничного пирога было одно серьезное отступление от культурной программы. На сцену поднялся старший инспектор Соликамского участка госинспекции по маломерным судам, чтобы наградить нескольких местных жителей за содействие его ведомству в борьбе за правильное вождение лодок и катеров и пропаганду безопасности на воде. В числе награжденных был глава Красноючерского района, представитель народной дружины и мужчина, который занимается перевозкой людей с берега на берег. Недалеко от места, где все и случилось, мы поговорили с героем той истории, узнали подробности. Дело было весной прошлого года, когда вечера только-только очистилась от льда. В переплет попали трое местных жителей на резиновой лодке. Самая ледяная вода, когда она самая первая вода, она ледяная, она холоднее, чем зимой даже. Потому что вот это когда лед плывет, вот этот, она очень холодная вода. И позвонили с этого, да им через там единый центр этот, съездите, я что, поехал. А это далеко было? Вот нижний ряж, вот это верхний ряж, а самый нижний ряж. Ребята перевернулись на шлюпки, ну и конечно запах был. Как говорится, не курите на диване. Подъехал, сначала одного кое-как, ну помог затащить, он больше старался сам, здоровый парень был. А второго мы его еле оторвали от дерева, он уже сводит в суд. А там, ну вода большая была, течение такое сильное было. Кое-как мы его затащили, как мешок уже, ну как-то не шевелился уже. Я думал, даже он как бы это, не выживет даже. Ну страшно глядеть было, синий-синий. Ему потом МЧС и унесли на этом, на врезенте. Ну как просто мешок. До того я его сключил. Мы вот на скорую привезли, мы рассказывали. Троем руки разгибали, чтобы согревающие уколы поставить. Третий, конечно, он молодец на то, что он... Ну он самый такой маленький был, на куст залил, на кусте. Но его трясло аж куста, так он обходил. Там такое у них перехождение было. Это реально, что там минуту бы задержался где-то и все. Глава Красновичерского района рассказал нам, что сотрудничая с ГИМС, за несколько лет удалось снизить статистику по погибшему на воде к минимуму. А вот с главной причиной неприятных приключений борьба продолжается. Это, конечно же, выпивка во время рыбалки или во время движения, то есть в пьяном виде двигаются в плавательных средствах. В средствах, то есть это лодки различные у нас там, резиновые, ну любые могут быть полученные средства. То, что в нетрезвом виде, занимается вождением. В основном у нас только из-за этого проблемы. В ходе рейда на следующий после праздника день паянных водителей и пассажиров выявлено не было, но были нарушения другого характера. У нас выявлено два нарушителя, не имея еще права управления маломерным судном. Одно судно было не регистрировано, выявлено. И также были привлечены к заместительной ответственности нарушителей по статье 11.10. Это нарушение права обеспечения безопасности пассажиров в пути следования. А еще всем встречным судоводителям Анатолий Кибукевич объяснял, что штрафы за вождение без прав и регистрации лодки с мотором сильно выросли. Поэтому вождение по всем правилам не только безопаснее, но и выгоднее для своего кармана, если сравнивать разовый штраф от 10 тысяч и сумма обучения и сдачи на лодочные права. Около 6,5 тысяч. Антон Старости и Дмитрий Солдатов, телекомпания Соль ТВ.